Всем привет! Раннее утро. Едем сдать Алиске анализы и на УЗИ. Она уже практически не жалуется на живот, но это все было запланировано ранее и нужно сделать все равно. Алиску мы подняли ни свет, ни заря, она уснула. Вот Костя и сам сонный. Я ему говорю, так водитель спать не должен. Короче, не засняла я, как нам делали УЗИ, началась воздушная тревога. Слава Богу, что нас вообще не выгнали, его сделали. 18 минут назад она началась. По УЗИ, в принципе, у Лизенка все нормально. Лизенка немножко увеличена, плюс один. В прошлый раз мы делали, в октябре была селезенка плюс полтора. Но он сказал, что, скорее всего, это просто ее размеры. Ну, как бы, она просто нетипичная, потому что форма у нее, ну, все, на вид она как бы здоровая, нормальная. То, что она увеличена, это как бы, возможно, она у нее просто, ну, больше, чем у других детей, скажем так, ее возраста. Вот. А все остальное абсолютно спокойно. Поэтому вполне возможно, что желчный давал, потому что есть какая-то лоббильная паретинка в сети желчного мехура. Я не знаю, что такое лоббильная паретинка, но он говорит, может давать неприятные ощущения. Вот. Так что нам же прописали ей вот это желчегонное подавать, укралиф. Он сказал, что оно прекрасно поможет. Ну, уже, наверное, помогает. Так. Магазин. Слушай, а если он закрыт, тревога ж. Оттуда выгоняют всегда при тревоге. Зря приехали. Приехали в магазин. Пойдем посмотрим, но вряд ли нас пустят. Да, на нем написано. Педчас повитренной тревоги не протюе. Так что не работает он сейчас. Сходили за водичкой, за всем, за чем хотели. Забежали в аптеку. Взяла Алисе вот такие скорбинки. Нравятся они ей. И вот такой вот взяла витаминный комплекс. Омега Зест. Мне посоветовали, да, и мне и у самой глаз на него упал. Потому что тут и витамин Д, и витамины В, и А, и Е. Ну, в общем, должен быть хороший. Три плюс. Потому что даже доктор на УЗИ спросил, тебя мама вообще кормит? Она такая худая. У нее живот прилипает к спине. А витаминки они хоть аппетит повышают. Помимо того, что иммунитет повышают, они еще аппетит повышают. Так, я вот в магазине. Сейчас где-то потеряла Костю с Алисой. Короче, пока я хочу, вам прикол расскажу. Врач ей говорит, тебя, наверное, мама не каждый день кормит. А она говорит, да. Он говорит, наверное, у тебя твои шоколадки. Мама съедает. Она говорит, да. Я говорю, ну все, теперь буду точно съедать твои сладости. А она такая, у меня так мало их осталось. О, так и знала, что найду вас в сладостях. Потому что мало осталось. Шоколадку берешь? Конфетку, ну хорошо. Я купила самый клубничный. Что ты купила? Это вообще не сок, это смузи какой-то. Клубника, яблоко, банан. Смузи. Калисо смузи купила. Ну ладно, все, взяла шоколадку, пошли. Много не надо, много вредно. Пошли на кассу. Пошли на кассу, пошли творог купим. Взяла шоколадку и пошли на кассу. Выбери апельсинчик, пойдем взвесим. Этот? Да, самый спелый. Самый спелый. Так, забежала еще в аптеку, купила вот такой вот чай, нефрофит. Вот, потому что с почками сделала УЗИ, тоже себе почек сегодня. И сказали, что в принципе, ну ничего, воспаления нету, но надо попить вот такой чай почечный. Вот, так что попробую. Тут правда написано 20 пакетиков, а пьется по 2 пакетика. Это почитала, по 2 пакетика за 1 раз и 3 раза в день. Это 6 пакетиков в день. Кость, вот этого чая на 3 дня, прикинь, по 2 пакетика надо заливать кипятком еще и настаивать. Да. Вот это на 3 дня вот такой упаковка. А пить надо его не 3 дня, аж явно дольше. Вернулись домой, гляньте на это чудо. Позья эмбриона, счастливо заснула. Проснулся лисеночек, говорит, приснился ужасный сон. Расскажи. Что Катя сказала, что у меня некрасивое платье. Представляете, Катя сказала, что у Лисы некрасивое платье. Я уже думала, она говорит, мне такой приснился ужасный сон. Я уже думала, там что-то такое, монстры какие-то. А тут дело всего лишь в платье. Ну, видите, для девочки это ужасный сон. Да, малышка? Да, только мне сейчас. Девочкам важно, да, быть красивыми? Да? Да. Расскажи, что тебе зайчик? Что ты хотела, чтобы зайчик сегодня принес? Расскажи. Симулятор монстров. Это что? Создать своего собственного монстра. И оживить? Да. А он такой, Бяка, не принес нам симулятор монстров, да? А что принес он тебе сегодня? Милую пони. Милую пони. Вместо монстра ужасного. Как он мог? Да? Покажешь пони? Да. Пошла показывать пони. Она его уже на полочку положила с утра. И застряла на Мирусеньке. Мирусенька тут спит, понимаете? Надо же почухать. Мирусенька тут спит, понимаете? Да, Костя любит, когда их чухает. Конечно. Куда же Мируся без этого? Ой, кто там? Маха. Да не, мякнула не маха. Почему? Что-то другой мякнула. Ну, не махин голос. Похоже на Манюню или... Да. Маню. Да, вот тут соглашусь. Вот такой вот сегодня. Я не знаю, как их зовут. На ней что-то нарисовано? Похоже, кошки хотят подраться. Слышишь, как они... Да. Какие-то бабочки, что ли, на ней. Сейчас я сделаю чубчик. Вот такой чубчик. Кринделек. Кринделек мамочки. Кринделек мамочки. Кринделек мамочки. Так, зайка, ну давай, иди завтракай. Потому что до УЗИ же нельзя было кушать. А после УЗИ уснула. Иди кушай, потому что голодная. Давай. Алиска достала игру. У нее такая классная игра есть. Вот это все магнитики. И сделала мне подарок. Расскажи, кто тут здесь кто. Здесь вот можно сделать и весну, и осень, и зиму. Она мне зимний пейзаж сделала. Видите, все на магнитах. Можно вот так вот... Зимнее дерево. Сейчас я просто покажу, Алисочка. Зимнее дерево можно сделать вот осенним. Вот. То есть сам выбираешь, какой тебе. Все, я возвращаю. Все. Рассказывай. Это папа маленький. А это Даша. Ага. Это мы бегаем по снегу. А это... Это следы умки. Он пока тут убежал. Это следы умки? Да. А он пока убежал в другую сторону. Понятно. Это цветы, на которые упал снег. Правда, они бессветные. Мы все равно цветы и со снегом. Это снеговик. Угу. Ну, это я поняла, что это снеговик. А это дерево. Даша бежит снеговику, наверное, дерево надевать на голову, да? Да. Ой, сейчас я надену. Ой. А еще... Мы только что прикалывались. Вот так вот можно сделать. Вроде человек застрял в сугробе. Почему ты не видела? Как я тебя махала? Не видела. Как это я видела? Мы уже едем на пилон. Я только задремала, просыпаюсь, они уже одеты стоят. Если холодно не будет, вот я шорты взял какие-то. Хорошо. Мам, у меня животик болит. Животик болит? Чего? Просто я... Я что-то скажу. Просто я перед дорогой три куска мутеллы съела. Понятно. Просто я чуть-чуть мутеллу съела. Ты ее ела без батона? Без батона. Да, я люблю мутеллу без батона. Батон на улице. Алис, ну так нельзя, нужно намазывать. А батон уже зашел домой? Нет, обрабатывается. Я же просила тебя его не выпускать. Пусть гуляет. Да-да, он меня укусил. Мне за ним 10 дней надо наблюдать. Так он никуда не девает. Это уличный кот. Так, приехали. Алиса бежит бегом. Заходи, заходи, давай. Я всегда первая. Я делаю сливание. Я несу с собой справку, что Алиса болела. Так, ну что? Алиска побежала. Даши сегодня нету. Теперь Даша болеет. Алиска занимается. Алиса, вон. Шесть. Шесть кругов уже. Молодец. Смотрите, наверное, уже девятый круг побежит. Безостановочный. Молодец. Упражнение. Пальчиком у нас. Упражнение. Упажнение. Мы встречаем. Упражнение. Безостановочный. Упражнение. Лежим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, Лиске в туалет захотелось, она вышла сейчас. Я пока ее жду, смотрю, тут крыша течет, это капец. Просто с каждым разом все хуже. Посмотрите, сколько всего стоит разных баночек, которые вода капает. И, короче, тут даже страшновато, потому что вот такие вот дырки. Короче, все тут течет, рушится. Надо, чтобы кто-то это ремонтировал. И я так думаю, что некому. А такое хорошее помещение пропадает зря. Так и знала, что Лиска сейчас побежит в туалет, потому что напилась воды дома. Вот видите, что-то капает. Даже набрана вода в тазиках. О, это тут еще что-то по типу натяжного потолка. Такая, по-моему, это натянута просто пленка. Все? Пошли. Идем. Алиса старается вовсю. Пока ни разу не баловывается. Молодец. Все, устала. Че Лиска на бок падает, когда пытается так сделать. Наверное, ножки неправильно обнимает. И все равно на бок. О, молодец. Вышла. Вышла. О, молодец. Алиса подрепалась. Ого, как высоко. Я боюсь, что я так не страшно. Я боюсь, что я боюсь. Хе-хе-хе. Молодец. Глаза сверкают. Довольная, что мы пришли на пилон. Алис, ручки устанут? Да. Ручки устанут? Слезай. Давай, за Юлей повторяй. Поднимай. Натягивай носочки, носочки. Да, да, да. Молодец. Устала. Устала? Отдохни. Сейчас Алиса пилон протрет. Переоделись мы в шорты. На пилоне надо в шортах быть. Поскольку тут холодно, мы надеваем уже непосредственно, когда лазит. Вот так надо делать. Молодец. Молодец. Алис, хватит, хватит Ты уже высоко О, Алису похвалили Так, как правильно ложить жабку Сейчас посмотрим Смотри, как лягушка Поднимайся, Алис Давай, попробуй жабкой подняться Молодец Жабкой сложнее Вот так вот Юля сказала правильно залезать жабкой Надо так научиться Пробуй, пробуй, получится Смотри, девочка лезет жабкой Обнимай ножками Палку, обнимай ножками Вау, как ты умеешь Какое лицо умеет держаться Класс Смотри, что Юля показывает Пробуй, пробуй, пробуй Смотри, как человек паук Так, Алиса решила, что ей необходимый матрасик Тебе необходимый матрасик? А, ну видимо, что другие девочки взяли Я поняла Бутылку убирай отсюда Ха-ха-ха Малыш Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Устали ручки, да? Да, девочек сегодня очень много. Конечно, тренер пока каждый подойдет, то это очень долго. Но, тем не менее, я вижу у Алиски успехи. Хоть мы и не ходили месяц практически, пока она три недели кашляла. Тут просто очень холодно, и мы боялись, тем более, что она кашляла. А сегодня поехали, взяли справку и пошли. Алиса пошла ознакомиться с девочкой, которая чуть-чуть старше нее. Девочки шесть, Алисе пять. Но выглядит девочка младше. Уже подружились. Уже подружились. Так, растяжечка. Алиска еще не совсем понимает, что должно болеть, когда растягиваешься. Я ей так и забыла это объяснить. Она считает, что если больно, значит, надо прекратить это делать. А вот Злата. Мы с ней подружились сегодня. Смотрите, какие колеса крутит. Класс. Алиса, не беги так быстро. Подожди родителей. Уходит и говорит Юле тренеру. Только простите, что с девочкой сегодня заигралась. Юля засмеялась. Говорит, хорошо, в следующий раз не играйтесь, а занимайтесь. Нет, они занимались хорошо. Они совсем недолго поигрались. Довольная я пришла? Да. Понравилось? Соскучилась позвонить? Да. Нет. Нет? Даши не хватало, наверное, да? Нет, потому что я там пропустила много движений. И случайно заигралась девочка и калили ножницы в бумага. Пап, этой девочке было 6 лет. Да, я знаю. Как ее зовут? Ну, я уже забыла. По-моему, это то ли Кристина, да? Нет, Карина, нет? Я зовут Кристина. Кристина? Да, это Кристина. Ну, что, куда дальше? Ну, в аптеку же надо забрать лекарства. На аптеку. Чур, домой. Куда же еще? К гироскутерам, потом к Никите. Никите завтра. Да, завтра поставь все гироскутер заряжаться. Да, поставлю.